С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 24 декабря. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова в 1790 году. Это важнейшая для России победа, ярко проявившаяся как военный гений Суворова, так и доблесть русских солдат. В 5 утра русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подходит к берегу и под прикрытием огня артиллерии высаживает десант. Умелое руководство Суворова, его соратников, отвага солдат и офицеров решают исход боя, который продолжался 9 часов. Турки оборонялись упорно, но все-таки Измаил был взят. Победителям достались около 400 знамен и бунтюков, 265 орудий, остатки речной флотилии, целых 42 судна, множество богатой добычи. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными. Примечательно, что Измаил был взят армией, которая уступала по численности гарнизону самой крепости. У родившихся в этот день 1798 год. В этот мир приходит Адам Мицкевич, польский поэт, политический публицист, деятель польского национального движения. В Польше считается одним из трех величайших польских поэтов эпохи романтизма. Пускай велит судьба с тобою мне расстаться, Но если сердцем ты еще верна любви, Не мучь меня, когда придет пора прощаться, И о разлуке мне, прощаясь, не тверди. 1818 год. День рождения Джеймса Прескотта Джоуля, английского физика, который экспериментально обосновал закон сохранения энергии. К тому же определил механический эквивалент тепла. Установил закон, который назвали законом Джоуля Ленца, и открыл совместно с Томпсоном эффект, который назвали эффект Джоуля Томпсона. 1901 год. В этот мир приходит Александр Фадеев, писатель, партийная кличка Булыга, прозаик, критик, теоретик, литературоведение, общественный деятель. В 1956 году с трибуны 20-го съезда КПСС деятельность лидера советских литераторов была подвергнута жесткой критике. И Фадеев снят с поста председателя Союза. Не избран членом, а только кандидатом члена ЦК КПСС. Кривая пошла вниз. Фадеева прямо называют одним из виновников репрессий в среде советских писателей. Прежнего любимца Сталина стали ожесточенно травить коллеги. Кто-то из них организовал против Фадеева анонимное письмо в Центральную ревизионную комиссию КПСС. Кроме того, сам Фадеев переживал острый творческий кризис. И, судя по всему, в целом это и привело к самоубийству очень творческого человека. В 1906 году рождается Джеймс Хэдли Чейз. Английский писатель, автор более 80 детективных романов, в том числе популярных в СССР и в России. В 1946 году рождается Леонид Филатов. Актер, поэт, драматург, режиссер и телеведущий. Народный артист России. Лишь некоторые фильмы «Экипаж», «Забытая мелодия для флейты», «Город зеро», «Сукины дети». 1971 год. День рождения Рики Мартина, пуэрториканского певца. Он начинал свою карьеру в 12 лет в мальчишеской поп-группе «Менудо». После пяти лет, проведенных в группе, выпустил несколько испаноязычных альбомов в 90-е годы. В 1981 году рождается Виктор Николаевич Билан. Впрочем, таким он был до июня 2008 года, а теперь мы его знаем как Дима Билан, певец и актер, а также участник всевозможных телевизионных проектов. В июне 2008 принимает данный псевдоним в качестве настоящего имени и фамилии победителя конкурса Евровидения 2008 года. Ну а теперь о некоторых исторических событиях дня. В 1774 обнародован сенатский указ о предосторожностях противу разбойнической шайки Пугачева. Документ гласил следующее. В ОНО, то есть Оренбургской губернии, оказалась сильная разбойническая шайка, которая грабит, разоряет и мучает противящихся ей поселян. Между же сей разбойнической шайкой один беглый с Дону казак Емельян Пугачев отважился даже без всякого подобия вероятности взять на себя имя императора Петра III. Восстание в кавычках маркиза Пугачева, как его называла царица в переписке, длилась целых полтора года. Но никак не могли унять человека. В 1801 году в промышленном городке Хамборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Рассчитанная на 8 пассажиров машина приводилась в движение паровой с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в этот котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. Претерпевшие многочисленные усовершенствования парамобили вплоть до 1910-х годов оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. 1865 год. В США в городе Пью-Ласки в штате Теннесси основана тайная российско-террористическая организация «Куклус-клан», объединявшая южан ветеранов гражданской войны, которые стремились с помощью террора запугать чернокожих и таким образом сохранить превосходство белых на юге. Эта организация запрещена почти во всех странах мира, в том числе и в России. В 1871 году в Каире проходит премьера оперы Джузеппо Верди «Аида», заказанной египетским хидивом «Исмаил Пашой» для торжества по случаю открытия Суэцкого канала. 1922 год. 24 и 25 декабря Владимир Ленин диктует знаменитые письма о своих преемниках, так называемое завещание Ленина. Предлагает обдумать способ перемещения Сталина с должности генсека. 1942 год. Приказом Народного комиссара просвещения РСФСР вводится обязательное употребление буквы ЙО. Есть легенда, когда Сталин грубо обошелся с управделами Совнаркома Яковом Чедаевым за то, что тот принес ему на подпись постановление, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны без буквы ЙО. Чедаев оповестил редактора правды о желании вождя видеть и в печати эту букву. И уже в одном из ближайших декабрьских номеров 1942 года во всех статьях вдруг появляется эта буква. 1979 год. Советский Союз начинает ввод своих войск в Афганистан. Спустя три дня группа Альфа штурмует президентский дворец в Кабуле. Глава Афганистана Хафизула Амин и его охрана будут уничтожены. У власти появляется бобрак-кармаль. 1985 год. Руководитель Кубы Фидель Кастро на весь мир заявляет, он бросает курить. Ранее сигара была одним из непременных атрибутов его внешнего облика. И, кстати, многие пытались ему подражать. Еще в одном событии. 1985 год. Первым секретарем московского горкома КПСС назначен Борис Николаевич Ельцин. Его рекомендовало политбюро ЦК КПСС вместо 71-летнего Виктора Гришина. Придя на должность, Ельцин уволил многих руководящих работников МГК КПСС и первых секретарей РАКОМов. Получил известность благодаря личным проверкам магазинов, использованием общественного транспорта. Организовал в Москве продовольственные ярмарки. При Ельцине начинает разрабатываться новый генеральный план развития Москвы. Был введен запрет на снос исторических зданий. Начинает отмечаться День города. Впрочем, со временем скажут, что эти самые походы в магазины и поездки в общественном транспорте были, скорее всего, пиар-акции. Впрочем, время все расставит по местам. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата. Продолжение следует...